Йозеф Блаттер признает свою ответственность за происходящее с ФИФА, но ее должны осознавать и другие члены организации. Об этом он только что заявил в Цюрихе. Там сейчас проходит конгресс ФИФА. Правда, выступления президента пытались прервать две женщины с палестинским флагом. Они ворвались в зал заседания и стали кричать «Красная карточка ФИФА». Только после этого Блаттер продолжил речь и сказал, несколько слов в поддержку организации. Давайте фокусироваться не только на деньгах, которые поступают в ФИФА, а на футболе. Футбол превратился в гигантское экономическое движение. И я говорю не только о зарплатах игроков, но и о строительстве инфраструктуры, рабочих местах, туризме, который развивается за счет проводимых нами чемпионатов. Из простой игры, которая развлекает, вызывает у людей эмоции, футбол превратился в колоссальное индустриальное и коммерческое дело. Всего через несколько часов в Швейцарии должны начаться выборы нового президента ФИФА. Голосование назначено на 18 часов по московскому времени. На пост претендует действующий глава федерации Йозеф Блаттер и принц Иордании Аль-Хусейн. Ему свою поддержку пообещали США, Канада, Австралия и почти вся Европа, за исключением России. Голос нашей страны достоин Цеблаттеру. За него же в полном составе будут также голосовать делегаты от Африки и Азии. Эксперты сходятся во мнении, что шансы Блаттера сохранить пост высоки, даже несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывает на него в связи с громким коррупционным скандалом. Субтитры создавал DimaTorzok